здравствуйте друзья с вами станислав в этом ролике я хочу вам рассказать об интервью сотрудников fsb на радио свободы побудил меня записать этот ролик то обстоятельство что я нигде на ю тубе не нашел этого интервью это действительно хорошие многим откроет глаза поэтому хотя бы в виде стенограммы но оно должно быть на ю тубе прошу вас помочь мне максимально распространить этот ролик чтобы его посмотрел как можно большее количество людей подумала и задумалась что ставьте лайки и репостите его у себя в соцсетях где только возможно на первый источник ссылка будет в описании к этому видеоролику перейдем теперь к самому интервью а точнее его предыстории сотрудник фсб пришел на радио свободы и рассказал что он работал в отделе который как раз занимается борьбой с инакомыслием знакомыслящими уже давно подозревал что вся эта система работает только на укрепление тоталитарной структуры общества ради удержания власти правящим режиме окончательно ему раскрыла глаза книга ханны аренд истоки тоталитаризма и так собственно интервью почему вы пришли работать фсб и когда начали понимать что делаете что то не так что именно вам открыла книга аренд сначала эйфория была все дико нравилось был запал я долго не понимал что и зачем мы делаем какая-то борьба с несистемной оппозиции эговистами фашистами антифашистами а позже я понял что цель этой возни сохранение власти и борьба с инакомыслием когда прозреваешь начинает тошнить книга аренд открыла мне что я своей работой укрепляю тоталитарную тайную структуру в обществе который является фундаментом режима почему вы решили рассказать нам о своей работе потому что считаю что страна катится в совок в худшем виде и многие добросовестно заблуждаются что все будет хорошо как вы думаете сколько сейчас добровольных помощников стукачей на патриотической основе знаю что многие из них ездили в крым 14 15 годах отдохнуть кавычка кто-то дважды эти же лица получали открепительные удостоверения для голосования когда я слушаю молодых людей рассказывающих добровольно инициативно своих друзьях меня тошнит за какой-то пряник они стали рабами и заражают этим свое окружение с ними будут жить мои дети и все пойдет по кругу вот о чем должен задуматься каждый стукачей становится больше какого рода сигналы вы обычно получаете и часто ли берете их в разработку да растет это племя сосед участковый старший по дому на работе в вузе и так далее это отдельная похоже на сетевой маркетинг со своими особенностями сообщества например кому-то создают проблему бизнесе бандиты коррупция начальство уголовная ответственность личная проблема проблемы близких проблем с поступлением вуз и прочее и этот человек бежит к надежному другу кавычках и уже тот приводит его к нам псб человек думает ну это один раз и все для кого-то это благо включается социальный лифт для него и близких но при этом кто-то из его окружении обязательно едет вниз круговая порука таков закон сохранения энергии с игровистами это не работает система лобанит об них зубы игровистами вы стали заниматься недавно после запрета или и прежде интересовались понятно ли вам зачем их преследует государство давно задолго до запрета всех их давно посчитали личности установлены официальная версия это талитарная секта экстремистов по факту это люди которые в силу веры не подвержены пропагане не идут на вербовку система видит в них угрозу так как они организованы и независимы когда-нибудь могут и за власть побороться а руководство них в сша борется с ними только потому что они потенциально угрожают власти а в офисе не за того что они отказываются от переливания крови и тому подобное а за священниками рпц не следите о рпц это почти наш филиал они там сами собой разбираются назначение на крупные посты согласуются вот эта история о том как спецслужбы сфабриковали а потом разоблачили оппозиционную группу новое величие правдиво ли она описано часто приходится заниматься такого рода фабрикации свидетель обвинения из нашей системы мне лично в таком участвовать не доводилось а центр и это филиал фсб или правильно сказать одно из его щупать если среди ваших коллег убежденные путинисты которые искренне борются с происками врагов россии или все циники работают только ради денег убежденных не знаю цинизм и лицемерие это про моих коллег случае критики путина все сделают удивленные лица вас примут как проверку и доложат начальству легко ли удается внедрить агентов в оппозиционные группировки можете дать совет как вычислить вашего человека проблемы только временные подобрать нужду кандидатуру соответствующие требования нет ни одного признака чтобы выявить нашего человека если кто-то вам незнаком располагает личная вас информация хобби знание языков дачи и там подобное это повод задуматься вы прослушиваете телефоны читаете почту следите за постами и переписка в соцсетях что посоветую делать делать тем за кем вы следите слушаем смотрим читаем документируем техника и возможности сейчас хорошие ограничений нет практически что касается территории россии рекомендую всем не пользоваться вконтакте не регистрироваться на оппозиционных сайтах использовать тор хотя используем тор браузера запрещено в россии 17 года по всей стране репрессирует молодых волонтеров навального школьников студентов какие инструкции у вас на их счет официальная версия предупреждение массовых беспорядков и профилактика административных правонарушений с протестной молодежью работаем через мвд и родителей меняются ли установки скажем сегодня объявляют главной целью эгоистов а завтра на вольнистах у системы всегда есть враг сегодня один позже другой или оба одновременно каждый отдел борется со своим врагом и преувеличивает угрозу слышал от коллег что под ройзмана крепко копали и бабулю что убили 2014 ему специально направили думали только 159 статью указ делать а вот какая удача улыбнулась такая история сотрудники фсб на кубани используют отдела полиции в качестве секретных тюрем это правда административный арест и продление обычная практика пропытки током наверное не врут вы противодействуете оппозиции или вы являете потенциально нелояльных я работаю с людьми по которым поступают сигналы нелояльные открытые позиционеры проблемы с выявлением потенциальных вот скоро пойдет выборка по итогам голосования по тиком где были нехорошие результаты и начнется неспешная работа конечно не с каждым человеком главное найти связь если она есть работа секты и прочее не верится сам бы не поверил если бы не знал какие у вас впечатления о потенциале недовольства режимом по моему потенциала нет какое мнение у вас о деле скрипаля и что говорят ваши коллеги вся история системы это борьба с врагами внутри и снаружи от михаилса до литвиненко а коллеги говорят это не мы так будет с каждым кавычках предателем вы предсказываете отключение интернета это ваша гипотеза гипотеза или у вас на службе считают что это неизбежность это догадка вот клеменко это не это недавно заявил и в китае свой интернет я не технический специалист сколько вы зарабатываете за какие достижения дает премии легко ли сделать карьеру в сб на зарплату не жалуюсь хотя досечено далеко с нуля лейтенант будет получать от 60 тысяч рублей старший лейтенант от 90 начальники еще выше есть добавки за выслугу лет за звание тому подобное премия вот за подобное новое величие в конце года могут дать карьерный рост возможен со временем главное чтобы начальнику не показалось что его подсиживают и не прыгать через голову многие просто ждут кто-то уходит на пенсию вот тебе и повышение какие отделы считаются самыми перспективными для служебного роста фсб считается что хорошо работать по линии контрольной службы там более широкие возможности и знакомства по линии экономики разрешают ли вам выехать за границу нет но служебной командировки в исключительных случаях возможны скажи скажем если жена или кто-то из близких родственников захочет поехать в отпуск египет или таиланд это нужно согласовывать конечно наверное начальство рекомендует или принуждает отдыхать в крыму прямо нет не принуждает лишь бы на территории рф встречали ли вы среди своих коллег таких же диссидентов бывает ли что на службе или в неформальной обстановке кто-то высказывает сомнения в правильности того что вы делаете нет не встречал если такое случается эта проверка оба пойдут и доложат слышали историю майора фсб александра игнатьева который зверски убил свою жену вырезал ей глаза потом зарезал четырехмесячную дочь есть версия что он сошел с ума из-за неприятности на работе действует ли у вас системе такой стресс действительно ли у вас системе такой стресс конечно слышал он сгорел на работе слишком много читал доносов своей раковине замкнулся и вот печальный результат видно совсем поговорить не с кем было от этой работы у нас всех темные и хмурые лица помогает лицемерие и своего рода двоемыслия я бы хотел чтобы все наши разведчики в кавычках поняли что они обыкновенные стукачи а наша страна без пяти минут северной кореи единственный истинный враг россии эта система спецслужб ставшая государством на этом в общем-то интервью окончено я думаю что вот это действительно был мое мнение настоящий сотрудник фсб и действительно такие как он есть но судя по этому интервью потому что человек говорит можно работать в одном кабинете но не знать что твой коллега также понимает что они работают на укрепление тоталитарного режима и как-то бы и хотел противоборствовать но не знает как потому что вот видимо из интервью что как только кто-то что-то начинает критиковать первая мысль что это стукач и он тебя проверяет как только если ты придешься на провокацию побежит доложит начальству начальник будет ждать что ты тоже прибежишь доложит на него а если не доложил значит пожалел диссидента так сказать змею в отделе пригрел значит и такой же но тоже вне рамок интервью от меня еще думаю не лишним будет добавить хронологию которая в конце к этому интервью добавлено редакции в 2014 году павел дуров был вынужден продать свою долю акции в контакте после требований фсб раскрыть данные организаторов групп сторонников евромайдана 2015 году владимир путин подписал закон о пенсионном обеспечении лиц сотрудничающих с правоохранительным органами на контрактной основе то есть стукачей 21 октября 2016 года майор фсб игнатьев убил ножом жену зарезала ребенка потом попытался покончить собой суд освободил его от уголовной ответственности признав невменяемым 2017 году была запрещена деятельность свидетелей его вы а в июле 2017 года был принят закон о запрете анонимайзеров в пн-сервисов и браузера тор которым советуют пользоваться наш собеседник 4 марта 2018 года солсбери были отравлены бывший сотрудник гру сергей скрипали его дочь юлия великобритании и другие страны обвинили в этом преступлении россии москва отрицает свою причастность а сотрудничестве рпц со специальными службами мы рассказывали в январе 2018 года в статье епископа на службу лубянки написаны на основе документов рассекреченных на украине это к этому интервью добавочка была от редакции ну напоследок от себя что мне дало понять это интервью о том насколько не то что цинично циничные люди карьеристы о том что сейчас спецслужбы сидят те же трудни которым главное бабки 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 не пыльная работа большие деньги перспектива раннего ухода на пенсию и вот за эти печеньки кстати вот это вот интервью так и называется за пряник мы стали рабами вот за эти пряники за печеньки они готовы укреплять вот этот режим авторитарный который уже видимо превратился в тоталитарный это интервью дало мне понять что стукачей провокаторов и прочего рода подонков ближайшее время будет становиться все больше и больше они уже на государственном обеспечении и может не только деньги за это платят ну вот благодаря добавочки от редакции мы знаем что они еще и пенсию потом будут старости получать как нам почетный стукач россии этот исключительно мои выводы у вас есть свои головы на плечах сами делайте выводы совпадут они с моими или нет не знаю на этом все не забывайте ставить лайки и продвигать ролик youtube и других соц сетях всем пока